Всем привет! Перед тем, как начать обзор ваших мнений под нашими сюжетами, озвучу два вопроса, которые терзают нашу редакцию с самого начала этой недели. Где бабьи лето на улице и отопление в нашей редакции? Этим вопросом на уходящей неделе, наверное, много соликамцев задавалось. У нас в Одноклассниках под сюжетом о том, что отопительный сезон решено начать пораньше, люди в комментариях писали, кому где уже дали тепло, а кому еще нет. Вот тут у нас в пятницу все еще холодно в кабинетах, чуть ли не деремся за единственный обогреватель, а у вас на работе тепло? По крайней мере наши емщики в степени мерзнут, принимая для сукревать. В соцсетях на уходящей неделе обратили внимание на преображающуюся тропинку от Калистовки до Корнолитова. В четверг вечером публикация с таким текстом встретилась. Добро пожаловать в мир, где ничего не ценится. Только нам Фурсов сделал широкую удобную дорожку, как первыми опробовали покрытие ребята на мотоциклах. Учитывая, как долго мы ее добивались, с таким подходом на дорожке быстро появятся ямы, и она вновь перейдет в негодное состояние. Предлагаю поставить бетонные блоки перед широким проездом, чтобы дорожка осталась для пешеходов и велосипедистов, а не для крупной техники. Видео, кстати, прилагается. Ну вот после такого видео гаишники наверняка там будут засаду устраивать периодически. Видели же, пацанчики на мотоциклах еще и без шлемов ехали. А вот один из комментариев. Растяжки поперек тропы-другого хрусты не поймут. Заметьте, не я это предложил. Мы так-то против всяческого насилия и агрессии. За конструктив, позитив и приколы. Кстати, прикол недели был у нас на Клистовке. В соцсетях появились десятки фоток и видео. Визита кровьего стада во дворы. Снимали из окошек разных домов, со всех, в общем, ракурсов запечатлели. Клистовка 21 век, ой, типа Индия. Компании рогатых, как мы и видим из записей, составили компанию двуногие и дальше с ними пошли. Но я комменты почитаю. Пастух пьяный профукал, наверное. У дворников работа будет. Телки с поселка, телки на прогулке. Телочки. Телочки? Телочки. Еще пара комментов. Бедные животные, люди только смотрят и переживают за свои машины. А мужчинам догадаться, отогнать стадо из двора, видимо, ума не хватает. Пять лайков у мнения. И еще вот. Конечно, события века. Вот кто может вспомнить, когда он в последний раз видел живую корову, да еще и не одну? Ну, я летом видел в Толстяке, а коллега Олеська в Половодово. Что это значит? Это значит, что пришла пора напомнить. Если вы увидели что-то необычное на улицах нашего города, снимайте на видео и присылайте в нашу редакцию. Посмотрим, что можно будет сделать с записью и под каким соусом подать в эфире. Все на этом. До свидания. Пусть у добрых людей все будет хорошо. А у злых тоже хорошо. Может, подобреют. Я стану намного добрее, когда отрубят YouTube. На, на, на.